Сегодня 16 мая 2023 года, вторник, и вот здесь вот видно, где машины заворачивают, это мост, вон, машины идут, это мост, через реку Парнаулка. Мы посюда, вот обратным ходом, с Любовью Николаевной возвращаемся, когда хотелось показать, вот это вот как раз река и течет. Тогда прямо вот здесь, за этими деревнями, за домом река Опь, а это большие дома в Волгах, там волна называется, волна, ну, как бригантина там или что-то, красиво все. Город Барнаул очень красивый город и чистый. Тут был мэр города, мы там останавливаем, молимся за него, Владимир Николаевич Баварин, он много нам делал добра, мы были близкие знакомы с ним. И всегда останавливаемся, молимся, чтобы Господь отверстие у двери рая принял в обители вещи. А нам никто сейчас не заботится, а тут другие люди. И вот сейчас мы заходим, машины говорят 171 тысячи. Так это устарелая данная, около 200 тысяч. Очень много машин, ходят по количеству на душу населения, я считал где-то в двадцатку самых таких машинных. А это ветер сегодня. Вот так, и старые тут, копейческие дома, тут чего только нету. Старинные. Вот какие-то были, видать, Стабиряковы, Селебряковы. Вот стоматологи теперь. Видите, какие здания огромные. Вот я покажу сейчас. И нельзя даже будет сосчитать этажей тут. Больше 20 этажей. Вот. Благослови, Господи, чтобы здесь мыть не было. Мы молимся, чтобы никто не повредил мост за мост. Молимся каждое утро уходим туда вдвоем. Эта улица какая. Приречная. Ну, маленькая такая, тут несколько домов. Вот я хотел хоть один раз показать. Ну, идешь, вот смотрите, какая дорога. Что-то не какая-то провинция, Барнаул. Я не знаю, сколько, 621 тысяча населения было. Ну, много домов многоэтажных сейчас. И, ну, кажется, что больше. Это только данные. Зарядить можно увидеть. Длина моста 940 метров. Кажется, 35 ширина. Это вообще чудо техники. Три полосы в одном направлении, три в другом. Вот я здесь сейчас иду в этом направлении, где мы проходим. Там вот как раз этого, видать, труба. Это труба такая. Эта труба раньше была выше всех зданий, а сегодня она почти наполовину этих зданий. Вот я дам задание, а вы дальше посмотрите внимательно, сколько этажей можно просчитать. Богатый, красивый город, Барнаул. Я тут учился. В 1956-м закончил десятилетку. И в 1959-м закончил техникум строительный. Теперь колледж называется. Защита делом, пипом была на отличность. Ну, мастера там, несколько курсов одновременно выходила. ПГС, промышленное и гражданское строительство. Вот все, дома какие. Ну и направили. Четыре только человека были прорабами. Остальные мастерами. Попал в число прорабов. Отец инвалид войны без руки. Тогда проверяли все это. У мамы три брата. Макар, Филарет, Умануил. Говорят, были артиллеристами. Попали. Отец еще по Смоленскому потерял в 1941-м. А они все постепенно где-то в окружение попадали, видать. И погибли. Это все имело значение. И направили в органы МДР работать. Строго режимный лагерь. Как у Бога все вымерено. Тут говорить нельзя так, а показывать можно. Потому что тут ветер забивает. Ой, какие огромные. Прямо рядом эта губа тут от АТОБИ. Это не река сама, а от нее от ворот такой. Губа называется. Вода не протекает. А то поднимается вместе. Вот посмотрите, какой город. Тут все бывает. Тут ломают, строят. А сюда въезды. Тут сколько всего было военных предприятий. И по количеству торговых точек тоже занимает одно из первых мест. Заводы закрыты и плохо живут. Плохо живут. Я думаю, что около 200 тысяч машин. 171,5 десятых. Официально говорят. А уже сколько лет стоит на месте. Ему везут и везут машины. Ну и не бедный город. Тут много есть людей с юга. И всем работу. Бумажки собирает, ходит тут. Я подошел, спросил, 30 тысяч платят. Гляжу, русские тоже этим занимаются. Поменьше платят. Почему, не знаю. И вот какие дома. Это можно посчитать, сколько этажей. Сколько этажей. Вот посмотрите. Вот я сейчас буду проводить медленно. Ну там ниже это. Вот один этаж, допустим, можно накинуть. И вот так вот провести. У нас тут первый раз, когда я учился, пятиэтажные, по штамм, превратили в семиэтажные. Доходили смотреть. Семь этажей. А сегодня даже это ничего не значит. Вот я рассказывал о том, что у меня голуби как улетали, где я сегодня записал тут. Записал, оказалось, кнопка не нажата была. Не записалось. Показать, докуда доходило. Триста пятьдесят два метра от дома. Вот я сейчас подхожу, покажу, где они на крыше тут были. И сейчас я издалека видал. Опять улетели двое здесь. Улетели, а потом домой прилетают. Вот я рассказывал об этом. Вот здесь специально как по улице идут высокобольтная линия. Вот обедать где. Город не бедный. Ну и что здесь? А ничего здесь. Артезианский водозабор даже есть. Во! Кто никогда не видал, то посмотрят, какой город Барнаул. Смотрите, сколько машин. Куда бы ни смотрел. Везде. А вот на это здание белое. Я сейчас оттуда отойду. Они вот сюда садятся. Вот на это вот здание. Гули, 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 гули. Они оттуда стали к краю подходить. Там еще до ремонта пока. Не до ремонта, а доделывают. Здание. Гули, 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 гули. Отдел продаж. Вот тут сколько этажей. Ну вот сколько этажей. Там покажу, где дальше доделывают что-то. Не знаю, видать или не видать. Вот так. Вот в улицу посмотришь, как вся в машинах. Машина, 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 машина. Я сейчас смотрел два голова. Летает и переворачивается. Белая, чтобы белые были полностью без пятнышка. Нет, нет. Ну вот отсюда я считал. 352 метра. Ну как, левой ногой сколько насчитал, умножил на два. Сколько шагов? Шаг 78 сантиметров. Вот так. Какая красота. Вот этот вот как раз речной вокзал. Не вокзал, а речной порт. Вот он как. Ну вот одно видо все продали, убрали. И вот они дома какие. Вот смотрите. Это Барнаул. Барнаул. Вот здесь вот они уже все это убрали. Подгоняют под нас уже совсем песок. Кладут плиты. По плитам будут ходить. Кран работает. То есть люди работают. То есть есть работа. Город очень перспективный. А вот здесь мы зашли. Улица Льва Толстого. Это вот здание принадлежало золотопромышленнику. Там фамилию можно посмотреть какая. Тут в 86 году в августе меня судили. Судили здесь, осудили и отправили по этапу. Жанатас из Жамбульской области. Вот так. А здесь был краевой суд. А теперь здесь музей. Музей истории, искусства, литературы. Ну, разные-разные. Тут заходить даже не за чем. Хорошее, красивое здание. Даже можно маленько заглянуть. Вот так. Площадка, деревья, кустарные усадьбы. Город красоты можно назвать. Деревья разные, обихоженные. У нас у Игоря Дебунова, жена работает. Как дело, производитель. Или, ну, называли раньше секретарь. А это вот труба. Огромная труба. Про одного рассказывают, когда, говорит, делали. Это не каждый делал. Это людей по всей стране водили. Вот так. Вот эти, поставили плиты. Я замерил, сколько в каждой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, шесть ячеек. Шесть ячеек, а их двадцать одна. Я подошел дальше туда. Замерил. Вот у меня палочка. Палочка. Вот он, кран опять поднимается. Вчера тут у нас напротив. А та железная дорога была. Она уже заросла. Она не нужна. И, видимо, снова подготавливают почву для больших зданий. Конечно, опасаешься все это. Ну, и вряд ли они полезут через дорогу, через линию. Господь милостиво не допустит, думаю. Еще ранее тут вижу тополя растут. Эти тополя, они не убрали в конце, а подрезали только. Это похоже на жилье. То есть, я сейчас покажу, как это выглядит. Потом я скажу, какое расстояние заложили. Двадцать одну плиту вот эти вот. Здесь такой мусорный был район. Ну, там, внутри за этими. А они, видишь, как сделают. Делают хорошо. Вот оно как. На той стороне та губа, вон, видать, где. Оттуда сейчас я зайду. Здание эти фотографируем с обратной стороны. А это они вещи стащие, которые лежали разбросанные. Они все тут согнали в кущу. Вот. Видишь как. И вот вчера они вот эти деревья, как говорится, обкарнали. Да ровненько так хорошо получилось. Ну, я не видал. Когда они были. Может, попросил бы, чтобы у нас тополь спилили. Он прям над крышей падал. Сущок, и крышу там. И окна полетели. Вот так. Вот. Вон там видно, где. Где на той стороне откупаются. Вот они что сделали. Вот она, видать, торгуба. Туда идут. Вон те самые здания, которые сейчас я там даму показывал. Бригандина там. Как называть? Бригги. А здесь вот у них ограда стоит. Ну так. Ограда хорошая. Столбы. Вот деревья отпилены. В конце отпиливать деревья перестали. Они вот эти вот уже дальше не трогаются. Отсюда приходится догадаться. Дальше там слишком узкое. Тут уже не построишься. А тут они вполне могут. Вполне там оно песок уже навозили. Приятно видеть, когда люди работают. И вот здесь спускаемся вниз. Я сейчас не буду спускаться. И они здесь убрали многое. Там, наверное, рыбащит уже. Вот так. Я иду вниз по ступенькам. А ступеньки небольшие. Так. Это одна прошла. Вот это вот вторая. Там третья, четвертая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, можно считать за десять. Сорок будет. Вот они как обчистили. Здесь деревья были. Спилили, убрали, расчистили. С какой целью. А сами идут только до этого. Дальше не идут. Потому что тут зауженное. Зауженное. И им уже тут не светит. Тут нельзя строить. Видимо, дальше они уже не пойдут. Строители, настоящие строители. Вон он тот кран, который шел и дорогой снимал. Вот эти здания. Вот они. А это на другой. А здесь зауженное. А тут расширенная вода. И раз она заширенная вода. Ну, значит, места мало остается. Место-то здесь смотреть, если. Так вот, с той стороны, там приезжает у меня брат от Игоря. Плавает он. Плавает как плавает. Сюда переплывет и вдоль скрыться может по этой. Глубину я тут не знаю. Это рукав. Рукав. Не проток. Вон там он доходит. И они там около домов этих уже все. Затор. Было ли когда по-другому, не знаю. И вот деревья те отпилены, а эти целиком стоят. Это говорит о том, что дальше они не идут. Это деревья мне мешают. Ну и все такое проще. Можно догадаться. Да будут благословенны все трудящиеся здесь. Город Барнаул. Я ходил там, далеко ушел там. И одно место нашел. Там такие надписи страшные. Противные, матершинные. Я развернулся, с собакой ходил. И назад. А собака ученая, ураган, который с нами проехал 120 тысяч километров. Побыл во всех государствах Европы. Скандинавия, Прибалтика. Мы везде проехали с ним. Ну и все. Все на этом.